МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Был день вместе с боксерами перед самым отъездом на очередной международный турнир в город Челябинск. Но об этом позже. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ушедший 2013 год боксеры нашей республики достойно встретили и отправили в нокаут. Но прежде забрали значимые титулы и награды. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самое значимое – это то, что Мурат Грассиев стал чемпионом мира. ВВС – это самый значимый титул. И Асламбек Кузаев стал чемпионом Европы. Тоже в ВВС. Еще Мурат Кулумбеков, который принимается на Украине, стал серебряный пояс завоевал. ВВС. Тоже значимый титул. Так что прошлый год был для нас очень удачным. Помимо них еще юноши неплохо боксировали. Есть победитель первенства России Абая. Есть по молодежи Ричард Беттиев стал серебряным призером чемпионата России по молодежи. Суслан ТД – победитель первенства России. Есть победитель первенства Европы у нас Марат Клиев. Ну, много хороших ребят. Так что можно считать очень удачным у нас прошедший год. Ну, вот я заметила, у вас еще и девушки тренируются. Как девушки у вас боксируют? На руках они рамли. Тренируются, да, девушки. Сейчас очень много девушек тренируются. У нас чемпионка России Кузина по взрослым есть. Победитель первенства Европы, это Тайсайва по молодежи. Она и по молодежи чемпионка России и победитель первенства Европы. Ну, есть у них свои тренеры, с ними работает. Ну, тоже из перспективы. Женский бокс, хотя лично я не очень к нему так хорошо отношусь, но мы это не можем отменить. Он все популярнее, все больше девушек занимается. Чтобы добиться весомых результатов в боевой дисциплине, спортсмену помимо оборудованного зала с инвентарем и квалифицированными тренерами, необходимо работать еще и со спарринг-партнером. Ведь в боксе нужно мыслить в десятые доли секунды, понять и разрушить план противника и провести свой. Со спарринг-партнерами всегда проблема. И не только у боксеров. Бойцам зачастую приходится вызывать либо выезжать за пределы республики, а то и страны. Как часто вы привлекаете спарринг-партнеров к работе? У нас сейчас очень-очень хорошие, благодаря Мураду Халидову у нас очень хороший спарринг-партнер. В России искали, ездили, чтобы найти для Мурада спарринг-партнера. Ричард, конечно, очень талантлив, большой, сильный, но все равно неполноценный спарринг-партнер. Я все же с полной силой с ним не поработал. А этот Мурад Халидов, он для нас находка. Он много боев провел и в Америке, и в Европе. Опыт большой и любительский. Он чемпион России, поблагодарил Кубка России. Любит для профессионала. Он идет без проигрыша. Так что для нас это очень хороший. Он согласился. Мы рады, что он приехал. Я первый раз спарринг-партнером, потому что мы работаем друг на друга. Он мне помогает, я ему помогаю. У нас взаимная работа, так сказать. Он готовится, я готовится. Мы оба готовимся. Поэтому я тоже, в принципе, иду, как и он. Мы идем без поражений оба. С ним хорошо работать. Он очень хороший боксер. Хороший боксер. Ничего не скажу. То есть для вас это авторитетный опыт? Конечно. Для нас это очень хороший опыт для обоих. Вот скажите, если вас дальше будет решать, то есть у вас сейчас какие ассоциации с цельсиями с парень-партнером? Это удобно? Неудобно? Это в вашей карьере тормозить? Нет? Нет. Это я сделал это учение для Мурада. Я сделал это учение, потому что я знаю его давно. Мы знакомы. Поэтому я сюда приехал только для того, чтобы с ним поработать, его подготовить и саму, так сказать, на форму. Лидер команды Асланбек Козаев несколько лет живет и тренируется в Америке, набираясь опыта. В данный момент он готовится к титульному бою, который пройдет в конце февраля в Штатах. Козаев Асланбек у нас 13-й номер WBC. Это очень высоко, учитывая там, что в этом весе такие серьезные боксеры, как Менни Пакео, Флойд Мейвезер, Амир Хаун. Так что 13-й очень высокий этот рейтинг. Он двигается сейчас, если титульный бой выиграть в Америке, то плотною приблизится уже к пятерке золотой. Амурат Гасиев после того, как проведет свой титульный бой в Челябинске на международном турнире по смешанным боевым единоборствам «Россия против Америки» присоединится к Асланбеку, чтобы подтянуться, побоксировать среди грандов мирового уровня. «Америка» считается меккой бокса, и хочется туда попасть, в эту атмосферу потренироваться, и если получится, с кем-нибудь заключить контракт и уже остаться в Америке, и там делать бои. «Морика» мы, я думаю, даже передержали. Мы перестраховались, учитывая возраст, что можно было его и раньше провести. Мы как бы его оберегаем. В мировом рейтинге Мурат стоит до этого боя с Хорватом. Он был 16-й в рейтинге мира, но после этого боя, вот в защите титула, он, скорее всего, в мировую десятку войдет. Это 1 февраля новые рейтинги опубликуют. Мы будем знать, ну, скорее всего, будет в десятке. Уникальность Мурата Гассиева еще и в том, что в его возрасте, да еще и в тяжелом весе, редко кто попадает в мировую десятку. Напомним, Мурат Гассиев дважды защитил пояс чемпиона мира по версии WBC по молодежи. Редко кто попадает в мировую десятку. Их можно пересчитать по пальцам за всю историю. Их все знают, это Тайсон, Муханы Дали и Флойд Паттерсон. Там даже в двадцатку, кажется, никто не входил в 20-летнем возрасте. У нас бои будут в Челябинске. У боя первого числа. И у меня, и у Мурата. А ваши противники уже известны? Это мой неизвестен, а у Мурата известен. К этому бою мой тренер Слана Виталий Константинович подготовил совершенно иной план. Мы готовились по другой системе, не так, как обычно, так как соперник уже серьезный, опытный. Ну, точнее, их два. Либо бразилец, либо бельгиец. Очень опытные соперники. Ихняя тактика, ну, ведение боя примерно схожая. Мы готовимся под их стиль боя. Первый этап проходит дома в Осетии. Мы набираем физические кондиции. Работа над ОФП, общей физической подготовкой. Как бы я сейчас свою форму оцениваю на 70%. Мы сейчас объемы набираем большие, а заключительный этап мы, скорее всего, проведем в Челябинске. И там уже будем с Божьей помощью готовы на 100%. Вы нацелены все раунды? Мы предполагаем, а там как будет. Главное, чтобы руку подняли. А там, если будешь нацеливаться на досрочную победу, то можешь досрочно и проиграть. Как всегда, я еду только за победой. И, надеюсь, не подведу всех тех людей, которые в меня верят. Что можете сказать о наших боксерах? Очень хорошие боксеры. Очень перспективные боксеры, сильные боксеры. Здесь много хороших ребят. И у них есть будущее, потому что здесь бокс поддерживают, как я вижу. Поэтому здесь все будет хорошо. С боксом точно. Что ж, с нетерпением будем ждать как 1 февраля, так и конца месяца. И болеть за наших ребят, скрестив пальцы. А всей сборной команде боксеров нашей республики удачи в новом сезоне, легких и результативных боев. И главное, без травм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова